Каковы же признаки молодых губ? Во-первых, при улыбке молодые пациенты, когда они улыбаются, то слегка обнажаются верхние зубы. И хотелось бы отметить, что именно слегка. То есть, когда идет чрезмерное обнажение зубов, и когда при улыбке вы видите у своего клиента, что видны не только зубы, но и десна, это будет говорить о чем? Что имеется какой-то гипертонус мышц леваторов, то есть мышц, поднимающих верхнюю губу. Тогда тактика увеличения губ тоже будет меняться, потому что мы должны будем работать уже не только с объемами, но и с мышцами, мы будем прибегать к помощи ботулотоксина, чтобы расслабить мышцы, которые поднимают верхнюю губу. Иначе, если вы ведете в таком случае филер, то весь филер, он идет в сторону слизистой, именно из-за гипертонуса мышц леваторов. Поэтому обязательно проверяйте пропорции и просите своих клиенток улыбаться и оценивать, насколько видна полоска именно верхних зубов. Насколько сильно она видна или насколько она не видна. Потому что если она не видна, то это признак, наоборот, увядания губ. Далее, нижние же зубы должны быть, наоборот, полностью прикрыты нижней губой. Уголки ртак, конечно же, должны быть приподняты. Кожная часть верхней нижней губы, она должна быть гладкой, без вертикальных морщин. То есть мы помним, что даже проводя волюмизацию, мы боремся не только с тем, что мы и увлажняем губы, и придаем объем, но еще и боремся с сердными морщинами, как бы расправляем их. И если необходимо, то, конечно же, мы рекомендуем дополнительные инъекции для устранения именно кисетных морщин. Губы должны быть достаточно полными. Белый валик должен быть четким. Должны быть выражены бороздки фильтрума. То есть вспоминаем предыдущие слайды. Это два вертикальных валика. То есть можно вводить филеры принцесс в области борозд фильтрума. Форма краев губ, она должна быть, конечно, анатомически очерчена, иметь изгибы. И при гармоничной улыбке, как говорилось ранее, верхние зубы обнажаются только лишь на две трети. Музыка. 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 Музыка.